Музыка Кассы это практически все, что осталось от легендарного стадиона СКА. О нем мы еще сегодня поговорим, но главная тема, конечно же, новенький стадион на левом берегу Дона Ростов-Арена. Ведь он уже готов более чем на 90%. Всем привет, уважаемые друзья. В эфире «Даешь Мондиаль-2018» и мы начинаем. На данный момент более 8 тысяч зрительских кресел установили на Ростов-Арене. Здесь закончились железобетонные работы, устройства металлоконструкции и мембранных покрытий кровли. Созданы внутренние и наружные инженерные сети. Внутри и снаружи установлены экраны. Также внутри здания завершают монтаж подвесных потолков, укладку керамической плитки, монтаж лифтов и эскалаторов, установку дверей, монтаж витражей и оконных блоков. На прилегающей территории ведется озеленение и благоустройство. Стоит напомнить, газон на стадионе подогреют и будут освещать искусственным способом. Подключение специальных установок завершается. Устройства мобильные, их можно перемещать по всему полю. Сдать объект планировали 25 декабря, но работы ведутся с опережением графика. Художественный руководитель и директор Государственного академического Мариинского театра, федеральный посол Чемпионата мира по футболу Валерий Гергиев недавно рассказал, почему ностальгировать по сборной Советского Союза неразумно. Неразумно. Сегодня пошла какая-то странная мода. По количеству творческих дарований в то время не имела себе равных. Но сегодня вовсе не хуже. По крайней мере в сфере, в которой я работаю. Я прекрасно помню события 40-летней давности. Помню свои первые трансляции футбольных матчей. Для меня все началось с Чемпионата мира по футболу 1966 года, который проходил в Англии. У нас была очень сильная команда. Наше четвертое место воспринималось тогда как катастрофа. Мы непременно должны были получить медали. Можете себе представить. Я хочу пожелать нынешней российской сборной попасть в четверку сильнейших. Это будет колоссальным результатом. Да, сегодня у нас немного другие задачи. Зато мы страна, которая принимает Чемпионат мира 2018 года. Здесь все будет иметь значение. От настроя игроков до поддержки болельщиков. Наша общая задача – достойно провести турнир. Финансирование Хаята продолжает внеш-экономбанк. На завершение первого этапа строительства пятизвездочного отеля ВЭП выделил один миллиард рублей. Недавно на объекте побывал губернатор. В сентябре сменился подрядчик. Работы с фасадом и крышей начнутся в ближайшее время. Однако ситуацию с отелем удовлетворительно и признать нельзя. По графику первую очередь нужно сдать до конца года. А работы идут в одну смену. Ростовская область планирует подготовить к Чемпионату мира по футболу 1047 гостиничных номеров, что больше минимальных требований ФИФА. Мы уже точно знаем, что сборная Бразилии во время Чемпионата мира будет базироваться, к сожалению, не в Ростовской области, а в Сочи. Вашему вниманию мнение главного тренера Селесао, но по другому поводу. Бразилия – фаворит Чемпионата мира 2018 по той игре и по тому результату, что мы показали в квалификации, еще, думаю, Франция на очень серьезном уровне. Посмотрите на их атакующее трио – Кризман, Лаказет, Мбампе. Они вырастили отличных игроков, но и чемпионов мира не стоит сбрасывать со счетов. Леонель Месси все-таки приедет в Россию. В ночь на 11 октября в последнем матче отбора в Южной Америке сборная Аргентины все-таки смогла добыть путевку, но рисковала впервые за долгие годы не попасть на Чемпионат мира. Должны были решить задачу раньше, не доводя до крайности. Очень боялся, что останемся без России и ее Мундиали. Не знаю, что бы делал, если бы такое случилось. Это было бы трагедией для Аргентины. Но теперь мы знаем, как выигрывать и ждем Чемпионат мира. Помимо Аргентины завоевали путевки на Мундиаль в нашу страну сборные Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Уругвая, Колумбии и Панамы. Так что мы уже знаем 23 команды, которые точно сыграют в России в будущем летом. Почти на всех тренировочных стадионах Ростовской области взошла трава, но на Ростовской арене труд нужно трудиться в две смены, чтобы ликвидировать отставание от графика и засеять поляну вновь намеченные сроки. На стадионе СКА ведется реконструкция мачт-освещения. Светильники сняты, конструкции обезжиривают и усиливают. Светильники здесь стояли с советского периода, они на сегодняшний момент не производятся. Будут установлены современные светодиодные светильники, которые значительно ниже энергоемкость, лучше характеристики, и они не будут выжигать поле, потому что старые светильники давали высокую температуру, излучение, поле выгорало. Закуплены трибуны, уже 18 ноября намечена их разгрузка и монтаж. Завершаются свайные работы. Закуплен административный блок. 22 октября привезут новую трансформаторную подстанцию. Электрики приступят к обвязке и переподключению субабонентов, мечети и детского сада. До 15 ноября все электромонтажные работы планируют завершить. На стадионе Труд придется работать в две смены, чтобы ликвидировать отставание от графика до 15 декабря. Засеять игровое поле постараются до 25 октября. Здесь самый поздний засев газона, поэтому самое большое беспокойство вызывает. Причины понятны. Потребовалась корректировка проектно-сметной документации, чтобы не нарушать покрытие беговых дорожек для занятия легкоатлетов. Подогрев поляны на труде не предусмотрен, так как после Мундиаля натуральный газон заменят искусственным. СКА и труд – взаимозаменяемые тренировочные площадки, и пока не ясно, какая арена примет участников чемпионата мира. На другом ростовском тренировочном стадионе «Локомотиве» газон засеяли 7 октября. В конце сентября пассивные работы провели в Азове и Таганроге. На торпедо уже радует глаз молоденькая травка, и у специалистов нет сомнений, что к чемпионату мира газон будет в отличном состоянии. Газон представлен семенами – это райграс и мятлик. Значит, эти семена одобрены в FIFA. Вод таганрогского торпеда в эксплуатацию запланирован на месяц раньше ростовского труда, который сдадут в марте. В 81-м году в матче Кубка Кубков между ростовским СКА и Айнтрахтом на 85-й минуте на замену вышел молодой полузащитник Иохим Лев, ныне главный тренер сборной Германии чемпионов мира. Возможно, в 2018-м легендарный уже тренер вернется на арену, на которой, можно сказать, играл первые матчи свои в профессиональном футболе. А мы с вами прощаемся, занимайтесь спортом и будьте здоровы. С вами была программа «Дэш Мундиаль 2018». Увидимся ровно через неделю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова